Добрый день, друзья! Сегодня изготовим очень полезный, я бы даже сказал, незаменимый инструмент. Изготавливать его я буду из вот такого шестигранника. Латунный шестигранник из полутвердой латуни. Размеры данного полуфабриката составляют, можно сказать, 12 мм и по наибольшей стороне 14 мм. Ну ладно, 13,5 мм. В первую очередь обработаю торец. Мой старый добрый токарный станок. Старый крыльч, он, знаете, борозды не испортит никогда в жизни. Теперь в заготовке предстоит проселить отверстие. Очень важно, чтобы это отверстие было максимально ровным. Именно поэтому сверление я буду производить постепенно. От сверла самого маленького диаметра до сверла диаметром 7 мм. Именно диаметром 7 мм и необходимое отверстие. Начну я, конечно же, из затровочного сверла. Оно, конечно, да. На моем станке, на задней бабке, имеется лимб, по которому можно контролировать глубину сверления, допустим. Но он уже от старости до такой степени не то, что истерся, а забит, скажем так. Забит в кавычках. Ну, то есть, имеются различного рода насечки, повреждения. Ну, в общем, пользоваться им не представляется возможным, к сожалению. А так было бы, разумеется, очень удобно. Но ладно, ничего страшного. Теперь выровняю все плоскости. Все дело в том, что шестигранник довольно сильно БУ и имеет большое количество зазубрин, ямок и прочей неприятностей. Снова наш полуфабрикат отправляется на ЧПУ-станок. Для того, чтобы ровно ее разместить, я профрезеровал вот такой вот паз в жертвенном столике. Установлю в него вот такую пластину. То есть, она в идеальной горизонтальной плоскости. У нас в Украине есть замечательное слово ВИКОНСЕ. Именно оно, как нельзя кстати, подходит в данном случае. Фрезерую в детали ВИКОНСЕ. Осталось совсем недолго. Вот такая вот деталь получилась. Я не удержался и произвел гравировку еще и линейки. Она здесь будет, как нельзя кстати. Теперь устанавливаем в отверстие вот такую вот ампулу уровня. В отверстие, соответственно, устанавливаю заглушку. Немножечко эпоксидного клея. И эту самую заглушку. Инструмент практически готов. Остался последний штрих. Осталось всего лишь-то зачередить линейку. Для того, чтобы было лучше видно все черточки и все цифры. Сделаю это с помощью матовой черной краски. Так. Теперь необходимо подождать некоторое время, пока краска, так сказать, схватится. Чтобы можно было безопасно удалить все излишки. Ждем деколька хвилын. Небольшой отрезок самой обыкновенной салфетки сухой. И бензин галоша. А может быть галоша. Вот такой небольшой карманный инструмент получился. Вроде бы все очень просто. Тем не менее, повозиться пришлось. Но и результат очень даже неплохой. Пишите обязательно свое мнение в комментариях. Будем общаться. Также прошу простить за довольно длительную задержку с выходом видео. К большому сожалению, в YouTube сейчас такие блогеры, как я, не нужны. Нужны политики, гомноэксперты, руссо-пропагандисты, да и украинские пропагандисты. Вся вот эта нечисть. Из-за которой, по моему мнению, в большей мере война и началась. Ну, по крайней мере, не имеет к этому отношения. Ладно. Наш канал позитивный и к этому дерьму отношения не имеет. До новых встреч. Жму руку. Всего хорошего. Но посаран, как всегда. Пока.